Ждем немножко. Присоединяем Андрея. Вот мы его проследнили. Первый этап технологический пройден успешно. Добрый вечер. Привет, Андрей. Добрый вечер. У нас уже смотрит 7 человек, 8. Я думаю, что мы можем еще чуть-чуть секундочку подождать и, в общем, начинать. Да. Мы сегодня с Дэниелом Кантовки, который наш head of education, считали, что мы уже седьмую неделю находимся на изоляции администрации и факультет, и профессоров. То есть уже больше 40 дней. Да. Так что с нетерпением ждем освобождения, чтобы испытать новый страсть от свободы. Так, ну что, я думаю, что все, мы можем начинать. Значит, у нас сегодня эфир. Томаш в своем эфире сказал, что он, когда заканчивал Гарвард, представить себе не мог, что он будет читать лекцию в Инстаграме. Не знаю, Андрей, ты мог себе представить, что ты будешь вести эфир в Инстаграме? Не было Инстаграма, когда я заканчивал, поэтому, конечно, нет. Да. Наша тема сегодня, мы ее сформулировали в анонсе как «Концепции и реальности университета». Вот. Но за словом «Концепции» скрывается скорее идея, да, что стоит за идеей университета. Поэтому, пока мы будем тут что-то говорить, вы уже можете в комментарии писать, что, на ваш взгляд, самое главное в идее университета. Что для вас университет? Что вы думаете, самое принципиально важное, концептуальное такое в понятии университет? Вот. Мы будем рады прочитать и как-то отреагировать на ваши реплики. Я хочу начать с того, что я хочу поделиться своим каким-то представлением про университеты. Я родилась в роддоме, который находился в непосредственной близости напротив главного корпуса Томского государственного университета. И в день, когда я родилась, мой папа сдавал экзамен по философии в аспирантуре, что, как мне кажется, определило мою судьбу и биографию во многом. Он сдал экзамен или завалил? Да, я сдал. На какую оценку? Этого я не знаю. Я думаю, на хорошую или на отличную. Я не знаю этих подробностей. Но, в общем, я с детства свое практически все провела в подвалах университетского корпуса, потому что факультет физико-технический, на котором работали мои родители, он располагался в подвале. Ну, в общем, много я имею детских воспоминаний про то, как выглядела кафедра физико-технического факультета. И вообще в моей семье слово университет всегда произносилось некоторым придыханием. Это, в принципе, характерно для Томска, мне кажется, потому что у нас всегда есть университет. У вас там просто больше ничего нет. Екатерина, надо отдать должное. Когда живешь в Томске, понятно, что у вас университет при каждом придыхании. Потому что, а про что еще придыхать в Томске, правильно? Все так, все так. Но в этом смысле была некоторая разница между Томске шесть университетов, как минимум. И когда произносил слово университет, это как с факультетом в МГУ, всегда имелся в виду только государственный университет. Все остальные, там, это политех, мед, там, еще как-то. А университет — это государственный университет. И это придыхание, ну, как я его трактую, оно относилось к тому, что была такая мифология, такая легенда в моей семье, что университет — это то место, то единственное место вообще, в котором сконцентрированы какие-то умные, интересные, думающие люди. А все, что находится за пределами университета, это уже какое-то другое пространство, где можно встретиться с всяким разным, но вряд ли с каким-то, в общем, умным и интересным. Каково же было мое расстройство, когда я в этот университет с придыханием поступила, и оказалось, что все совершенно как-то не так, как было в моих представлениях, в моих ожиданиях. Оказалось, что много там всего не самого умного, не самого интересного, и университет на самом деле населяют совсем разные люди, и не для всех из них ценность как бы интеллектуальной жизни, мышления является самой важной, самой принципиальной. Оказалось, что университет — это сложная конструкция, где много всяких разных противоречий, разных жизненных и профессиональных интересов разных людей. Вот, но, тем не менее, жизнь моя уже была в некотором смысле предопределена, потом я занималась разными формами образования, и вот три года назад стала заниматься SAS. И в этом смысле, конечно, мое расстройство, оно продолжается, в том смысле, что какие-то идеальные представления о том, как все должно быть устроено, как обычно разбиваются множество лодок бытия. Вот, здесь я хочу остановиться и передать тебе слово. Что такое был для меня университет с детства? Да, ну, видишь, я не такой продвинутый, у меня у родителей высшее образование, но они не окончили университет, они окончили оба Ленинградский инженерно-строительный институт. Вот, то есть СПБГУ, это был такой, или ЛГУ, как он тогда назывался, это было круче, да, чем то, откуда мои родители сдавали свои экзамены по философии. Вот, и он, конечно, присутствовал как горизонт, потому что, да, вот совершенно верно, вот это вот, я, кстати, удивлен, что это дожило до, как бы, твоих эпохи, потому что, ну, понятно, что я все-таки рос в Советском Союзе. В Советском Союзе, вот в этом кругу, где, там, мои родители общались, да, друг со своими друзьями, было две интересные вещи. Во-первых, да, считалось, что если ты, как бы, умный, ты идешь в университет, если ты не умный, ты идешь куда-нибудь еще. Вот, а второе, что если ты идешь в университет, ты занимаешься физикой, потому что понятно, что физика – это главная наука. Ты говорил, что университет в Томске означало ТГУ, а, соответственно, там, где я рос, там слово «факультет» означало физический факультет из ПБГУ. Все остальные факультеты – это те еще факультеты, а факультет вот этот – это вот он. Вот, и как бы вот эта идея того, что вот если ты можешь заниматься физикой в университете, ты идешь, а если не хватает тебя, то, ну, идешь куда-нибудь на какой-нибудь другой факультет, а если уж совсем тебе в жизни не повезло, ну, тогда ты идешь не в университет, а куда-то еще. Вот, и потом, для меня, я же, как бы, я последнее советское поколение, это значит, что у меня коллапс системы совпадал с моим, как бы, взрослением. То есть, и у меня есть очень яркий пример моей бабушки, которая, соответственно, она тоже советский человек, в Советском Союзе университет был очень престижным местом для работы, но она, с другой стороны, была довольно адекватная, как бы, окружающей реальности. То есть, когда я поступил в университет в 92-м году на физический факультет, естественно, вот, она была очень горда мной, потому что, вот, родители у меня учились в Лисе, а я уже в СПБГУ поступил, это круче, но по мере того, как я учился, она понимала, что что-то высшее образование как-то не оплачивается, денег не было вообще, мои преподаватели получали, там, денег, которых хватало на проезд до университета, в общем, это было, в общем, довольно депрессивное место СПБГУ в плане, как бы, материальных каких-то вещей. Вот, моя бабушка, как бы, думала, что, ну, потом я поступил в аспирантуру, и это было то, о, он поступил в аспирантуру, аспирантура, это, конечно, круто. В то время, как я заканчивал аспирантуру тоже, моя бабушка, как бы, смекнула, что кандидатская степень, совершенно особенно по филологии, вот, не дает тебе никаких вообще особых шансов в жизни, и вообще это может быть не так круто, как ей казалось. То есть, да, все время была вот эта вот идея университета как место, где самые лучшие, самые интересные люди занимаются тем, что на самом деле имеет значение, и при этом была все время реальность, которая демонстрировала, что социальный статус университета постоянно падает, и он совершенно невысок. Вот, это уже не говоря о том, что мы, например, наблюдали внутри университета, но ты об этом уже сказал. То есть, вот это противоречие между, как бы, идеей университета как таком, как бы, замком на горе и реальностью каких-то нищих профессоров, которые, значит, там ходят по полутемным коридорам. Я помню, я год учился, когда вообще денег не было на отопление в университете, там было холодно еще, к тому же, прям как в блокадном Ленинграде все в шубах сидели, прям на лекциях, вот, это как бы создавало, как бы, напряжение семантическое. Да, я заметила, что моя мама присоединилась к эфиру, не могу не воспользоваться этим, не передать ей привет. Моя мама всю жизнь работает в том самом университете. Так, ну хорошо, давай тогда поговорим про все-таки вот эти идеи, лежащие за университетом, какие вообще, как бы, историческим, ну, так бы, опять же, у нас не режим, реакция у нас в шубах сидели, но тем не менее. Расскажи нам очень коротко и схематично про то, какие вообще идеи в разное время или сейчас существуют разные по поводу того, что такое университет. Ну, университет, у меня есть такой тезис любимый, что университет не существует. Он не существует в самых разных концепциях, он не существует как организационное целое, например, потому что он все время разбит на факультеты, на институты, которые, особенно в России, редко друг с другом как-то взаимодействуют. В общем, это такая мозаичная структура организационная, и интеллектуальная тоже мозаичная структура, потому что идея университета, какой-то единый идея, который объединяет вообще вот университет, и по которому мы можем сказать, ага, вот эта практика относится к идее университета, а это ей противоречит, и ее не должно быть внутри университета. Такой идеи нет, потому что современный университет это комбинация разных идей университета, которые имеют разные генеалогии. Там есть идея исследовательского университета Гумбольта, где университет — это место, где, соответственно, двигается вперед наука, образование подчинено подготовке людей, которые двигаются вперед науку. И, собственно говоря, суть образования — это вовлечение людей, студентов в процесс исследования. Есть идея университета такая англосаксонская, как такого места, где происходит становление личности, где все живут на кампусе, где очень важен спорт из-за этого. Понятно, что уже здесь мы имеем противоречие, потому что для амиротократической машины по производству знаний совершенно нерелевантно, как хорошо выступает университетская футбольная команда. Тем не менее, когда вы попадаете в американский университет, вы видите, что футбол там как-то важнее, чем исследование, потому что футбол, бейсбол, баскетбол — вот эти главные виды спорта, потому что именно по этому поводу все сходят с ума, и зарплата тренера футбольной команды университетской в разы выше, чем зарплата самого дорогого профессора. Всегда. Потому что именно за счет репутации футбольной команды университет набирает себе, соответственно, студентов. Какое это отношение имеет к тому, что мы набираем самых талантливых людей, чтобы они наукой занимались? Никакого. Но это под одной крышей. А если мы добавим сюда, скажем, такую французскую идею политехнической школы, Наполеон в свое время уничтожил все французские университеты, считая, что они отжили свой век, такие средневековые какие-то пережитки, и создал политехнические школы. Главная задача которой был технологический прогресс. Им не нужно знания, им не нужно воспитание, им нужно, соответственно, делать какие-то решения, которые позволят людям профессионально двигать вперед французскую промышленность. Это третья идея. Она тоже есть в нашем университете. Есть еще масса более мелких идей. Получается, что в университете, во-первых, есть индульгенция для всего, что бы ты ни делал, ты можешь сказать, а, ну, это тоже важно для университета. А с другой стороны, всегда есть противоречия. Потому что люди, которые хорошо играют в футбол, они, как правило, не очень хорошо учатся. А люди, которые хорошо учатся, не всегда хорошо играют в футбол, к сожалению. Но, тем не менее, они даже считают в одном, как бы, одинаково цениться. Хотя они сидят в одной аудитории. Ну, в общем, это сразу возникают разные вот эти идеи о кризисе университета. Вот. И на самом деле интересно, что главные книжки про университет, это книжки про то, что университет как бы обманул ожидания, он не соответствует нашей идее. Вот книга, лекции, вернее, Харсерта и Гигасетта идеи университета. Это про то, что университет не так и не состоялся в Испании. И даже в Германии это уже не тот университет, который был там при Гумблите в 19 веке. Вот. Или там университет в руинах. Вообще очень много вот такого дискурса про университет, очень как бы важного, который про то, что университет, в общем, к сожалению, совершенно не соответствует своей идее. И он не может ей соответствовать, потому что идей слишком много, они должны быть противоречены. Такая у меня концепция. Ну, а все-таки, все-таки, что самое важное? Ну, как бы, за что... Для меня? Да, но за что мы тут боремся в твоем лице? Создавая новую институцию, Гринфилд, что предполагать, что мы все делаем как бы по-другому? Вот. В чем... Ну, во-первых, есть какая-то децинкратическая набор предпочтений, да? Ну, то есть мне наука ближе, чем футбол. Ну, она лично мне ближе, и поэтому как бы в САС, это школа перспективных исследований, а не школа перспективного спорта, да, там, например. Вот. Ну, то есть есть какие-то вот концепции, которые мне ближе, которые связаны в первую очередь с тем, что, да, это умные люди, которые занимаются чистым познанием, удовлетворяют свое любопытство, даже не любопытство, а потребность человека вообще к воскресению мира. Вот. И для этого все форматы университета и существуют. Для этого существуют там исследовательские семинары, для этого существуют лекции, семинары как бы учебные, потому что они готовят людей для того, чтобы студенты, чтобы они куда-то в эту сторону двигались, даже если они не будут заниматься науками, считаем, что это важно, чтобы они прикоснулись вот к этому процессу. Вот. И так далее. Вот. Но я думаю, что отличается от САС нет, потому что на уровне лозунгов, я думаю, что в твоем университете тоже, если спросить людей, для чего существует Омский государственный университет, они скажут, да, фундаментальная наука – это самое главное, есть какая-то иерархия ценностей, но мы в САС пытаемся делать это нормально, потому что помимо того, что на университете есть противоречия между тем, между разными как бы вещами, которые там вроде как должны быть, еще есть противоречия между идеей того, что люди должны делать, и то, как они реально ее делают. Вот. И это, наверное, главное для меня был драйвер всегда в САС, потому что я видел, что очень часто люди, которые преподают, преподают, в общем, совершенно не так, как вроде бы должны преподавать университеты с большой буквы, да, и люди, которые занимаются исследованиями, занимаются либо имитацией, либо начетничеством, либо, соответственно, исследованиями, которые, в общем, особо никому не нужны, не интересны, в том числе им самим, и так далее. То есть вот эта проблема того, что практики университета не соответствуют идеями, которые ждут основания даже именно этих практик, вот, а это вот то, с чем мы боремся в САС, мы пытаемся делать все хорошо, то, что мы делаем, то, что мы выбрали делать из концепции университета, мы еще пытаемся делать хорошо. У нас появился первый вопрос, я с радостью его зачитаю и призову всех остальных тоже включаться в нашу беседу, писать вопросы или комментарии. А вопрос следующий, вот ты сказал, что университет мозаичный, и появился вопрос, какая сила и зачем удерживает эту мозаичную структуру университета от распада? Ее удерживают интересы разных стейхолдеров, то есть у университета есть масса стейхолдеров с разными интересами противоречивыми, все они важны, ты не можешь ни от одного из них отказаться, и поэтому ты вынужден все это у себя в университете иметь. Ну вот, просто такая ситуация возникла, что университет не может опереться на одного стейхолдера. Когда университет там финансировался, не знаю, монархом, монарх может сказать, да, мне нравится такая идея, только я это буду финансировать, ничего другого не надо. Да, но сейчас университет зависит, не знаю, зависит от федеральной власти, федеральная власть имеет разные повестки, не все это исследовательские повестки, там есть разные технологические повестки, есть повестки там какие-то культуртрегерские, есть повестки идеологические, и все это университет должен делать, потому что государство его финансирует, да, в НВ России, например, в основном. Есть интересы, не знаю, региональных органов власти, которые отличаются от интересов федеральных. Есть людей, которые живут внутри университета, у всех есть разные интересы. Это вот очень интересно, университет это такое место, что кто бы не вошел внутрь университета, он сразу становится стейхолдером. Это, вообще говоря, обычно не так, да, то есть, ну вот если вы устроились работать на завод автоваза инженером, то вы как бы не особо как бы стейхолдер автоваза, потому что, ну, если стейхолдер решит, что вы там не тот инженер, которому нужен, он просто поменяет инженера, и все. А в университете из-за вот этой вот идеи, которая, наверное, важна для гумбольтовской идеи такого всеобщего совместного действия производства знаний, оказывается, что любой студент, зашедший в университет, уже имеет право голоса, любой профессор, который работает в университете, имеет право голоса, любой администратор имеет право голоса. Вот, а люди заходят туда с разными совершенно ожиданиями, с разными желаниями в жизни. Кому-то нужно, чтобы его не трогали, спокойно дали до пенсии доработать, такой распространенный в России, к сожалению, мотив работы в университете. Кто-то хочет, чтобы он занимался наукой, больше его не трогали, никакие студенты, значит, кто-то любит преподавать, но не любят наукой заниматься, а кто-то еще что-то, и все эти, как бы, вещи нужно учитывать. Вот, и из-за этого оказывается, что ни один руководитель университета, ни одно государство не может взять и выделить из университета только вот какой-то одну кусочек этой мозаики, и масштабировать ее, и сказать, что вот так. В основном, обычно это не происходит. Наверное, есть, конечно, какие-то попытки в эту сторону двинуться, да, но я, например, думаю, что в Калтеке, в Калифорнийском технологическом университете, футбол не важен. В свое время президент университета Чикаго тоже отменил футбол, потому что он сказал, что это не имеет отношения к великому разговору, great conversation происходит не на футбольном поле, и вообще исключил футбольную команду Чикаго из, соответственно, вот этого чемпионата Лиги Плюща и других университетов. Вот, но потом оказалось, что после того, как он уже перестал до этого президента, его вернули. Футбол вернули в Чикаго, хотя осталось, конечно, к нему более скептическое отношение, чем в других местах, но вернули. Почему? Потому что оказывается, что есть студенты, а есть студенты, которые, значит, выбирают кампус по поводу футбола, а студенты важны, потому что чем больше студентов, тем больше доход в Америке. Они там основные доноры этого университета. Университет не может отказаться от этих финансов, которые с этим университетом придут. Значит, он должен развивать футбол. Примерно так это все происходит. Смотри, про футбол понятно, но вопросы, как бы, комментарий такой, что твой ответ делает еще непонятнее ситуацию. Совсем понятно, как именно разные стекхолдеры с разными интересами не позволяют именно развалиться на составляющей. Как будто бы это, наоборот, должно ускорить процесс распада из-за разницы противоречий. То есть я этого вопроса понимаю, в чем все-таки принципиальная ценность университета? Что он такое важное делает или производит, или не знаю, что делает? Что он для всех этих стекхолдеров, несмотря на противоречия и разные интересы, остается важным как институция, или, не знаю, как феномен, или как что? То есть ты хочешь мне, чтобы я все сказал, что да, но на всем этим противоречиям есть какая-то underline idea, что какая-то идея есть. Нет, ее нет. Ответ с точки зрения организационной теории, почему университет не разваливается, очень простой. Он уже развалился. Там разваливаться нечего. Если у тебя как можно куча песка развалиться, она не может. Это какая-то конструкция может развалиться. Это не конструкция. Это набор каких-то, есть понятие такое, слабые связи. Loose couplings. Связи между процессами разными университетами очень слабые. Между исследованиями и образованиями слабая связь. Между разными кафедрами слабая связь. В САС пытаемся сделать сильные связи между разными дисциплинами, поэтому у нас такие интердисциплинарные исследования, образование интердисциплинарное. В обычном университете филолог никогда не увидит физика. И поэтому они уже развалились на два факультета. И при этом еще каждый сотрудник университета имеет автономию личную. Вот он как бы занимается своими исследованиями, к нему никто не может полезть в идеале. Или вот он преподает, так как он привык преподавать. И попытки, соответственно, университета повышать качество преподавания через работу с профессорами наталкиваются на сопротивление профессоров, которые считают, что они сами лучше знают. Управлять им не надо в этом отношении. Поэтому в этом смысле университет уже развалился. Но движение вперед какое-то возможно, если мы делаем какие-то из этих слабых связей сильными. Мы делаем сильными хотя бы на какой-то период времени. Поднимаем уровень процесса, после этого вспомнил отпускаем, потому что все время держать напряжение эту систему. Но нельзя она по своей природе склонна к тому, чтобы она была такой рыхлой. Да, и попытка интенсифицировать эти слабые связи, она к вопросу про вторую часть, про реальность, она не дается легко никому. Поэтому университеты этого и не делают. Потому что это сложный процесс, он требует большого количества разного типа ресурсов и готовности моральной всех участников этим заниматься. Дальше, смотри, это интересно, что ты говоришь, что все-таки, конечно, что-то есть. Есть всякие рамочные структуры. Да, да. Тот, кто задает вопрос, предполагает, что... Ну, конечно, есть. Есть какие-то общие лозунги. Лозунги. Например, про то, что образование мирового класса, движение науки вперед. Это как бы с этим все согласны. То есть такие зонтичные ценности есть. Но проблема в том, что этих зонтичных ценностей недостаточно для того, чтобы реально все процессы под эти зонтичные всеми разделяемые официальные ценности выстраивались. И в этом смысле, знаете, как в Советском Союзе был такой у диссидентов слоган «Выполняйте свою конституцию». В этом смысле к университету можно сказать, что соответствуйте своим программным утверждениям. Если вы утверждаете, что у вас образование мирового класса, вы не можете нормально относиться к тому, что у вас есть преподаватели, которые просто не глядя на студентов, глядя в бумажку, читают лекцию, лишь побыстрее читаться, уходят и все. Или если вы говорите, что у вас там наука, Катя Нэдж, передавая, опять же, нельзя, вроде бы, чтобы у вас были профессора, которые публикуются раз в пять лет в университетском сборнике каком-нибудь, не скидываем нигде. Вот. Но вместе с тем такая позиция, она как бы, как сказать, воспринимается как социально безответственная и очень жестокая, потому что есть люди, есть их жизнь, есть их работа, они работают в университете, они принадлежат сообществу, да, практически всегда так или иначе выполняют ту или иную функцию. И такое отношение, оно как бы критикуется, потому что оно слишком технократичное, ну, какое-то, бесчеловечное. Да, потому что, смотри, потому что наше идеальное представление об университете, оно основывается на лучших примерах, да. Мы просто знаем, есть великие университеты, были там великие научные школы, и мы думаем, вот, вот это вот и есть университет. И действительно, если вы придете к, не знаю, в какой-нибудь берлинский университет по эпохе его расцвета, и скажете, а давайте мы тут будем водить кипяя по публикациям для профессоров, все на вас посмотрят, скажут, чего вы мешаете людям работать. Люди так прекрасные ученые, они всю жизнь положили на науку, они с утра до ночи ей занимаются, занимаются очень хорошо, это лучший университет в мире, и поэтому, собственно говоря, совершенно не надо им мешать. Попытки их каким-то образом куда-то, значит, стимулировать или что-то от них требовать, только мешают им, собственно, развиваться в нужном направлении, двигать вперед науку. Но как вот Эндрю Вахтель все время сказал, он говорил, что ко мне некоторые профессора подходят, он был президентом тогда вот этого Американского университета Центральной Азии, а до этого он был Dean of Graduate School of Medicine университет в Чикаго. Я не помню, про какое из этих университетов он рассказывал, что к нему приходят профессора и говорят, а вы знаете, что Канта публиковал первую статью в возрасте 50 лет. То есть чего вы от меня хотите, у меня еще 50 лет нет, почему вы должны, я должен публиковать. Он отвечал, что да, все прекрасно, но вы не Кант. Вот в чем проблема. Проблема в том, что работают в университете, как правило, не Канты, а отношения к себе они хотят как к Канту. А отношения, вот это мне, мне кажется, требование того, что вы должны уважать академическую автономию каждого сотрудника и вообще дать ему возможность сделать то, что он хочет, потому что он лучше всех знает, что надо делать. Оно берется у нас по тому, что идеология университета взята из вот этих лучших примеров, где действительно так и есть. Но большинство университетов в том так и нет. Эндрю Альбах посчитал, что средний уровень преподавателя в мировой университете это уровень бакалавра. Человек со степенью бакалавра является средним университетским преподавателем, потому что в странах типа Индии бакалавра преподают в университете. Понятно, что применять к ним такой же, как бы, давать им такую же ситуацию для работы, как в, не знаю, университет в Чикаго периода расцвета, довольно странно, да. Но, тем не менее, так происходит. Вот у нас еще один комментарий от этого же человека. Я, к сожалению, по нику не могу понять, кто это, и даже пол или гендер или что-то. Я прошу прощения, поэтому так анонимно читаю. А можно узнать, вопрос, собственно, а можно узнать, какие сильные связи приоритетны для САС, для школы сейчас? И как долго, возможно, эти сильные связи поделят? Месяц, год? Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Приоритетная для нас связь это связи между дисциплинами. То есть мы хотим собрать вот это дисциплинарное поле, которое фрагментировано. Оно фрагментировано на уровне образования, где студенты в этих образовательных трубах, соответственно, изучают только одну, свою и там пару смежных дисциплин. Остальные курсы, даже если они есть, они воспринимаются несерьезно. Там надо сдать философию. Не знаю, как твой папа, он сдавал философию. Обычно философию сдают как на, естественно, научных факультетах, да, как просто какой-то, ну не знаю, надо потратить там три часа времени и сдать эту философию несчастную. Вот. Мы пытаемся это сделать на уровне образования, чтобы у нас все дисциплины были одинаково важны, да, и профильные, и непрофильные. Все они находились в каком-то осмысленном взаимодействии друг с другом. То есть мы между дисциплинами становимся сильные связи. Пытаемся. Вот. И то же самое в исследованиях. У нас вот интердисциплинарные исследовательские команды, они для того, чтобы ученые не замыкались в своих дисциплинарных областях, где им, на самом деле, если ничего не делать, как правило, у ученых, как бы, ну, естественно, вся ситуация публикации, коллег, дисциплинарной среды, габитуса, который связан с каждой дисциплиной, подталкивает любого ученого к тому, чтобы он сидел в рамках своей дисциплины и особо не высовывался. Вот. Поэтому мы пытаемся как бы возродить в этом смысле вот эту вот возрожденческую такую идею единства знания, потому что, на самом деле, в ряде, мы не говорим, что везде, да, но такие исследования тоже очень важны междисциплинарные, потому что без них университет распадается, и мы, на самом деле, не получаем ответы на те вопросы, которые нас интересуют, удовлетворительные, потому что нас интересуют всех мультидисциплинарные вопросы, особенно широкую публику, да, или там стейкхолдеров. Вот. Но не знаю, это как бы отвечает на вопрос о том, что мы... Как долго? Это интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что я надеюсь, что есть, помимо каких-то общих условий, есть еще понятие институциональной инерции. И вот это очень важно. Почему университеты так трудно изменить? Их трудно изменить к лучшему, на самом деле, их трудно изменить к худшему. Это вот поэтому очень устойчивая такая система. 90-е годы, да, например, из университета все ушли. Ну, в Томске, может быть, не все ушли, потому что вам некуда было уходить, но в СПБГ ушли все, потому что, ну, был бизнес, была разная экономика, очень многие уехали за границу куда-то работать. То есть, из университетов ушел, там, из ряда факультетов и кафедр, не знаю, половина, наверное, если не больше, причем самых продуктивных людей. Тем не менее, все осталось существовать. Почему? Потому что есть инерция воспроизводства вот этих практик, да, вот. И в этом смысле можно надеяться, что в какой-то момент инерция, как бы, например, установление сильной связи между разными дисциплинами внутри организации станет достаточно сильной, что уже не нужно будет каким-то образом ее рамочно устанавливать, это будет просто традиция. Вот. И эту традицию, конечно, надо будет поддерживать, потому что любую традицию надо поддерживать, она сама по себе может умереть, но, тем не менее, эта традиция будет более-менее самовоспроизводящейся. Вот. То есть я надеюсь на это. Я надеюсь, что наши студенты, которые к нам приходят, будут приходить именно те студенты, которым не надо доказывать, что если ты интересуешься IT, неплохо бы тебе также изучать историю искусств. Вот. И к нам будут приходить профессора, которым тоже, которым просто будет интересно, просто они не могут жить без того, чтобы разговаривать с людьми из других дисциплинарных областей. Я хочу тут немножко перехватить и на своем как бы языке со своей точки зрения тоже сказать про то, что мне кажется, это, понятно, такая как бы простая мысль, которая может пытаться выглядеть сложной. Я не очень помню, значит, кто так сказал когда-то. Ну, вот Дэниел у нас все время, значит, говорит про ontological complexity, да, ну, онтологическая сложность. И вот я, ту фразу, которую я хочу припомнить, авторство, не помню, зачем авторство, это определение университета как онтологической машины. То есть это машина, которая производит, ну, людей с какой-то онтологией, таким образом производит, ну, как бы, мир из себя самого, из университета. И в этом смысле, ну, как бы, я к этому так и отношусь. Поэтому для меня, поэтому мне оказалась близка идея тех же liberal arts и междисциплинарности, про которые ты говоришь, и ровно по этой причине. Потому что, ну, как бы, университет и как институция, и как-то место, через которое мы проходим, ну, как бы, взрослея и получая образование, научаясь жить, он, как бы, определяет то, как мы смотрим на мир, как мы мир понимаем, как мы его описываем, какие процедуры мы над этим миром, в общем, проделываем. И здесь как раз нужно, вот, линк сделать к тому, что ты начинал говорить, но вот потом мы ушли к вопросам про практики, да, и поэтому, мне кажется, очень важны именно, как бы, уровень практик, того, как люди реально взаимодействуют, какие есть традиции, не столько именно, как идеологические какие-то установки, да, потому что, понятно, что в реальности очень сложно быть вот в этих противоречиях всяких жить, но тем не менее, самым важным является именно уровень практик, того, как люди взаимодействуют друг с другом, и что на самом деле, как бы, привычки и правила совместной жизни, что за ними лежит, да, что на самом деле, даже если они не рефлексируются, потому что, ну, условно говоря, когда мы говорим, мы нанимаем и хотим нанять людей из топ-100 университетов мира, что за этой фразой скрывается, как бы, есть одна часть, которая формальная, про тексты и фолдеров, про которые говорил ты, про то, что, типа, по KPI мы читаться, но ровно так же за этим стоит то, что эти люди несут на себе определенные практики, отношения науки к community, к сообществу, что они определенным образом делают свою работу и взаимодействуют с остальными, ну, с окружающими их людьми. И в этом их ценность в первую очередь, потому что они приносят примеры в университет для студентов и приносят эти практики как то, чем наполняется жизнь сообщества. Ну да, ну, правда, мы, конечно, мы не можем с уверенностью сказать, что все университеты из топ-100 мировых рейтингов, 100% людей, которые побывали там, они являются носителями всех этих практик, да, потому что, возвращаясь к мозаичности, университеты топ-100, что они, может быть, более гомогенные, чем топ-500, но, тем не менее, в них все равно есть разные люди, и поэтому само по себе это, но я понимаю, о чем ты говоришь. Мне интересно, можешь ли ты связать вот эту антологию, которая связана с твоей единственными практиками, вот с идеей того, что университет это прорациональное познание, вот все-таки вот такую вот идею, что университет отличает всех остальных, потому что он познает мир, раз, и познает его рационально, в отличие там от религии, да, которая тоже познает мир, или там, и поэтому любой стейтмент, который произносит человек в университете, он должен быть фундирован, да, поэтому в теории, он не может быть политическим лозунгом, хотя он может так касаться актуальных политических тем, но он должен как бы быть фундирован не в политической повестке, а в интеллектуальной повестке, в пистемологии какой-то, вот, это вот у нас есть такой габитус людей, которые вот так вот делают, это люди, которые, в любом случае, себя введут, то есть ты смотришь, как человек в кафе пьет кофе, и ты думаешь, ага, ну это явный человек во границе, потому что можешь сказать, что, ну, вот это для нас важно, а уж как люди себя ведут, это индивидуально, это все не так важно, или это какая-то тотальная структура, и ты прямо знаешь, вот, да. Есть еще, как бы к вопросу про локдаун и вообще текущую ситуацию, еще 40 дней назад я бы отвечала на этот вопрос слегка иначе, ну, я шучу, но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки, потому что текущая ситуация мной, как представитель радикальных сил по-разному воспринимается, как краб, ну, как бы, рационального мышления в некотором смысле, потому что, ну, как бы, тот анализ, который был приведен какими-то учеными, да, из монодисциплинарных логик зачастую, то, как они, как это было отдано лицам, принимающим решения, и самое главное даже не это, а то, как люди анализируют происходящее, да, мы же в эпоху самым массовым высшим образованием за всю историю человечества, то есть в этом смысле все, ну, как бы, большинство тотальное, это легко проверить, просто глядя на комментарии там в Ютубе под чем угодно, используют так или иначе какие-то методы научного анализа, научного мышления, или элементы какие-то, но тем не менее довольно сложно мне дать оценку, что это все является примером рационального мышления, использование отдельных элементов, фрагментов, теорий, методов, как бы, представлений отдельных не равно вот этой рациональной картине мира, и мне кажется, что университет в этом тоже виновен, и в этом смысле как раз в этом и есть вина университета, что он, как бы, не доделывая как бы вот до конца, не доводя до предела, а размываясь за счет разных интересов разных игроков, он виновен в том, что все вот именно так, что разные типы мышления, представления о мире, они как бы имитируют научный. Да. Есть такой процесс, называется демократизация знания, то есть тезис состоит в том, что раньше, условно говоря, группа экспертов, или, не знаю, людей, занимающихся химией, или, не знаю, эпидемиология, да, они, например, они обладали абсолютной монополией на разговор на эти темы, да, теперь эта монополия разрушена, и кто угодно может задать им вопросы, кто угодно может сказать, что что-то как-то это неубедительно, вот. И в этом смысле университеты вроде бы должны выполнять функцию не единственного Clara, где есть информация, а единственного места, где есть достоверная информация, или единственного места, где эту информацию определенным образом производится, структурируется и так далее. К сожалению, это происходит не всегда. Потому что университетов очень много, они очень разные, они очень разнообразные. Тем не менее, я думаю, что если мы говорим про концепцию университета, наверное, наша концепция университета подразумевает, что это место некого ответственного высказывания. Это, кстати, для меня это важно, потому что я как бы болезнен не всего, когда, например, работаю со студентами, а я реагирую именно на отсутствие такого фундированного обоснования того или иной точки зрения, когда просто человек говорит, что ну вот мне так показалось, вроде бы это так, и не задает сам себе проблематизирующие вопросы. Вот это, кстати, к вопросу, а на самом деле политики на кампусе. Политика на кампусе – это такая еще одна интегральная часть, между прочим, американского университета. Все знают, что американские университеты очень политизированы, ну, европейские, в принципе, тоже. В общем, западный университет очень политизированы. Там это не просто какая-то внеклассная активность, что в свободное время я еще выступаю там за права животных или чего-то, что-нибудь. А это, в общем-то, как бы во многом такая... Да, но это просто очень важно, и это имеет отношение к курсам, которые там студенты берут, которым читают, преподавателям. Это прямо целая такая система. Вот. Ничего плохого там нет. Плохое начинается тогда, когда люди забывают, что они находятся в университете и просто становятся какими-то... Произносят какие-то политические близкие личные им тезисы, не давая себе труд критически отнестись к ним самим. Да, мне кажется, что вот у человека может быть позиция там по поводу защиты прав животных. И, например, он считает, что... Ну, например, нельзя есть мясо, потому что это, ну, действительно жестокое обращение с коровами, например. Да, но если этот человек заходится за пределами университета, ему достаточно выйти как бы там на какую-нибудь демонстрацию с плакатом «Давайте закроем все, не знаю, фермы, например». Да? Вот. Но если человек находится в университете, он не может этим ограничиться. Он должен задать себе вопрос. Хорошо. Что будет, если то, что мне нравится, будет реально реализовано? К чему это приведет? В экономике, в социальной сфере? Что будет с этими коровами, в конце концов, которых мы перестанем содержать на ферме? Да, и так далее. Что произойдет с массой как бы вещей, и иногда вот этот анализ должен заставить человека отказаться от идеи, которая ему этически просто близка. Мне тоже жалко там, например, что-то, да, но я просто понимаю, что альтернатива еще хуже, да, и поэтому я как бы, например, против чего-то не выступаю, что мне не нравится, потому что я критически проанализирую альтернативу, понимаю, что это не решение. У меня нет решения. Ну вот, это самая антологическая сложность, про которую я так неловко что-то сказала. Потому что здесь мы с тобой, конечно, сто процентов сходимся, и это как бы базовая, основная, базовая вещь, в которой мы с тобой сходимся. В том, что, ну, как бы, вот эта позиция исследовательская, да, она предполагает некоторый отстраненный анализ, неопределённый анализ, потому что ты не можешь анализировать, если ты находишься внутри, ну, как бы, объекта или процессов, которые ты анализируешь. Нельзя быть наблюдаемым и наблюдателем одновременно, по крайней мере, пока мы не придумали, как это можно делать. И в этом смысле позиция университета, ну, в такой, как бы, в теоретическом пространстве, да, она ровно в этом и заключается, я так ее понимаю, ну, как бы, и ценность для общества, в том, что это место, которое производит вот этот отстранённый, насколько это возможно, анализ. И поэтому у нас есть набор, там, методов, как именно мы это делаем, как мы нарезаем объекты, предметы и три-ты-ты-ты-ты. Это то, что называется дисциплина, да, это то, что называется дисциплина. И вот я думаю, что наша, вот в этом смысле, спасибо, что привела этот эфир, потому что позволила мне сформулировать диалектику, потому что дисциплины нужны, да, мы такие междисциплинарные, но дисциплины нужны, потому что дисциплины, например, заставляют тебя не задавать вопросы, которые находятся за пределами этой дисциплины. Хотя это важные вопросы, которые тебя очень интересуют. Я когда на филфаке учился, наиболее интересные вопросы нам не разрешали задавать, потому что говорили так, вот такого типа вопроса философский, это, пожалуйста, на философский факультет, соседнее здание. У нас здесь вопросы такие литературовические, филологические, на них должен существовать рациональный ответ. А если это какой-то спекулятивный ответ, это к философам, пускай они там, значит, упражняются. Вот. Я не говорю, что философы так и живут. Это просто вот дискурс, который был, например, внутри одной дисциплины по поводу того, что все остальные дисциплины как бы какие-то плохие. Философы, например, они спекулятивные, говорят все, что угодно, они ничего доказать не могут. А филологи могут. Вот. Но после того, как человек прошел через эту дисциплинарную логику ограничения собственных каких-то вопросов и ответов, важно, чтобы он вышел в пространство междисциплинарное и увидел, как другие дисциплины в тот же вопрос дают другие ответы. И тогда мы вернемся вот к этой полноте восприятия мира, к антологической сложности, но не через то, что раз все сложно, все, что я могу сказать, могу сказать все, что хочу, потому что все, что слишком сложно, никто ничего не может не доказать, а через сначала как бы вот эту как бы дисциплинарную сегрегацию такую, а потом объединение. Не случайно, кстати, курсы на нашей образовательной программе, это же у нас же нет ни одного, ну, может быть, сказать, это плохо, надо должно быть больше именно междисциплинарных курсов. Как правило, наши курсы дисциплинарные, у нас есть курсы там по разным дисциплинам, от экономики до биологии. Но мы просто считаем, что студенты даже внутри этих курсов должны думать и о своих соседних дисциплинах, и не о соседних тоже. И тогда эта ontological complexity будет реализована как принцип, который является одним из наших принципов действительно. Да, я думаю, что нам надо уже чуть-чуть сворачиваться. Может быть, мы про практики подробнее поговорим в следующем эфире, если тем, кто нас смотрит, значит, это будет интересно. У нас есть еще несколько вопросов и комментариев, я хочу их зачитать. Сначала я зачитаю те, которые больше относятся к нашему обсуждению, визави наш собеседник сегодняшнего дня. Еще один комментарий оставил или оставила. Культурное обогащение практиками – это хорошо, но что делать, если они вступают в конфликт с жизнью вне университета и затрудняют жизнь студента, который пытается эти практики применить? Можно я попробую ответить на этот вопрос? Да, потому что я не знаю, что они вступают. Мне кажется, что то, как вы описываете, если так происходит, то для меня это верный признак, что то, что с вами происходит в университете – это хорошо. То, что с вами что-то в университете происходит. Первое, потому что, опять же, возвращаясь к этой идее про ontological complexity и про университет, как про онтологическую машину и что-то там, это место для трансформации университет относительно студентов. Хотя я думаю, что относительно всех участников, но это моя идея того, как я вижу университет своим воспаленным, травмированным умом. Это место трансформации. А трансформация – это сложный процесс. Есть такой базовый анекдот про транспорту, что такое трансформация. Когда зайчики приходят к сове, к консультанту, и рассказывают, что мы так очень плохо живем. У нас все время все чмырят в лесу, лев, медведи, все лисы нас едят, волки, все на нас нападают, все ужасно. Мир несправедлив, невозможно так жить, наши рабочие права не соблюдаются, наши зарплаты ниже, чем у лисичек и так далее. Сова провела свой анализ туда-сюда и говорит, ну что, единственное решение, которое логично, понятно, вам нужно из зайчиков превратиться в ежиков. Дальше по анекдоту, что они вернулись, те, кто ходил к консультации на сове, как же мы станем из зайчиков ежиками превратимся, в комьюнити зайчиков. Они вернулись к сове, на что она справедливо им сказала, ну слушайте, я как бы стратегический консультант, тактика, это уже не мои вопросы. Вот мне кажется, что университет, он как раз для того, чтобы из зайчиков становиться в ежиками, но в очень специфическом смысле. Вот именно в том, про который вот Андрей говорил, про то, что как бы вот эту всю сложность и противоречивость, основанную и на теориях, на разных представлениях, и на разных дисциплинарных представлениях, и на как бы, и на живом материале непосредственно, что, ну как бы, университет это не только про теорию, да, как ты любишь цитировать, практика это хорошо, но что там с теорией. Нет, это слоган Чикагского университета, я видел футболку, на которой-то написано, написано, it's all very very good in practice, but how does it work in theory? То есть на практике-то это хорошо, а как это работает в теории? Ну, как это работает в теории, да? Да, но тем не менее, ну, в общем, и в этом смысле университет в том идеальном представлении, носителем которого являюсь я, он, это место для трансформации, это место для того, чтобы из зайчиков стать ежиками, а это сложный процесс, как бы вы вступаете в конфликт с миром, как мир стремится к простоте, мир стремится к ясности, к простым решениям, и это, ну, как бы это нормально, и это естественно, и так происходит. Но университет в этом смысле, вот в том романтическом представлении, не в смысле массового образования, массовой грамотности, а именно как бы как место производства знаний, место производства смыслов, место рационального анализа отстраненного, того, что на самом деле происходит. Мне кажется, это ключевой вопрос, а что на самом деле происходит? И чтобы даже начать задаваться этим вопросом, нужно сделать эту процедуру отстранения от себя того, какой я сейчас есть, что меня окружает, что мы привыкли делать с моими друзьями и родителями. Этот процесс отстранения, он, конечно, почти для всех болезненный. Это не просто так. Конечно, это влияет на социальность. Ну, я здесь как бы довольно радикальных представлений придерживаю. Нет, слушай, ну, я не знаю, мне кажется, вопрос такой, то есть, что значит практики, которые мы называем в университете, они мешают? Я думаю, что проблемы могут возникнуть, если у вас очень ограничен набор практик в университете. Если вы там такой ботан, ботан-филолог, да, про филологию сегодня все время говорим, вот вы такой вот ботан-филолог, вы занимаетесь, не знаю, критикой поэтики Лермонтова, вы занимаетесь поэтикой Лермонтова, а потом вы вышли в окружающий мир, блин, а там вообще не политика Лермонтова вообще ни разу. И тогда действительно можно сказать, что вот вы стали менее приспособленным к жизни, да, из-за того, что вы погрузились в политику Лермонтова, но если вы одновременно погрузились и в социологию немножко, и в политологию немножко, и в экономику немножко, и еще приобреляете навыки, то на самом деле вы лучше приспособлены к жизни. Просто проблема с жизненными практиками, что они как раз не укладываются в русло одной дисциплины. Если человек излишне сосредоточился на этой дисциплине, когда учился, он действительно может оказаться не очень приспособленным к решениям реальных всяких проблем, в том числе профессиональных, которые тоже очень комплексные, да, а если у него комплексный взгляд на мир, если это онтологическая сложность, есть часть образования, то, мне кажется, ему только легче будет потом, соответственно, в реальном комплексном мире существовать. Ну, опять же, это все про то, что мир, он как бы вообще неравномерный ни в чем, есть разные пространства и профессиональных практик, и культурных, и все по-разному живут, и в этом смысле, мне кажется, особенно важно, когда мы говорим как бы про университет, я вот с этого свою историю начала, про Томск, да, потому что Томск это провинция, и Тюмень это провинция, и в этом смысле функция университета в провинциальном контексте, она еще более важна. Ну, возможно, я пожалею своих слов уже через пару минут, но тем не менее, да, условно говоря, те культурные практики, которыми наша жизнь наполнена, особенно сейчас, когда есть как бы телефон, есть интернет, можно увидеть много разного, разных представлений о мире, разных, значит, всего-всего разного, а здесь, ну, как бы на месте, вот в твоей конкретно отдельно взятой жизни все устроено, ну, вот, другим образом определенно, и университет это место, благодаря которому можно свои практики перестроить, можно отказаться от того, что тебе передали родители и твое социальное окружение. Университет это ровно тот ресурс, где у тебя много разных примеров, разных людей, разное знание, разное дисциплинарное, там, дай бог, междисциплинарное, откуда ты можешь, как бы, взять это, присвоить и сделать своим, и жить по-другому, не так, как себе, как бы, было суждено. Слушай, мне кажется, что мы тут совершили очень элегантное воссоединение, потому что я вначале упомянул, что есть разные источники у современного университета, один из них это Гумбольтовский исследовательский университет, а второй это, например, англо-саксонский такой Оксбридж, где все про формирование характера, поэтому спорт важен, там, и про воспитание и так далее, вот, а мы каким-то образом смогли это закруглить, да, и оказалось, что, в общем-то, вот этот вот процесс именно исследования, или, не знаю, понимания мира и науки, он как раз является в том числе инструментом для формирования характера, вот, и в этом смысле мы смогли еще две, как бы, клеточки в университете связать, которые обычно находятся в разных, как бы, да, регистрах, вот, это по поводу того, что САС пытается установить сильные связи между теми вещами, которые обычно в университете связаны слабо. Так, шахло мне пишет, что мы должны закругляться, поэтому, значит, я читаю комментарий, я потеряла первый, там было что-то про САС versus ТГУ, и вот от Марии, значит, она пишет, что она сидит в Томске и собирается в САС. Это правильное решение. Это правильное решение. А еще был в топом вопрос про отношение к ЕГЭ. Как ты, Андрей, относишься к ЕГЭ, но очень коротко. А является ли ЕГЭ, слушайте, ЕГЭ это еще один кусочек мозаики нашего университета, да, он противоречит других важных вещей, типа, там, творческое мышление в любви ЕГЭ не меряет, оно в университете важно. Вот, поэтому в этом смысле это просто еще один мозаичный эффект, который для чего-то работает, как чего-то нет, и задача университета, поскольку мы не можем оказаться от ЕГЭ, наверное, не должны, потому что других способов нету, брать особенно мобильность студентов, да, повышать, чтобы они могли поступить издалека, например, из Томска в САС. То есть ЕГЭ нужно, но важно, чтобы он вот каким-то образом использовался в мирных целях. То есть у меня отношение к нему такое, что надо работать, по возможности конструктивным. Так, мы завершаем эфир. Я, значит, лелею надежды, что когда-нибудь я научу Андрея говорить, бейте в колокольчик, потому что у него есть теперь видеоблоги на Ютубе, на САСном, которые вы можете пройти и посмотреть. Мы ждем от тебя, Андрей, новое видео когда-нибудь очень скоро. Вот. Но, пожалуйста, я прошу тех из вас, кто сейчас с нами, как-нибудь отреагировать, отправить нам какие-нибудь, в общем, смайлики или какие-то реакции, если вам было интересно, если вы хотите, чтобы мы это еще когда-нибудь продолжили, эту беседу. Если у вас есть, если, в общем, вам интересно, напишите, какие темы вам хотелось бы обсудить с нами. Хороший или был формат, или плохой, что надо поменять, потому что мы сейчас со всем этим экспериментируем, как можем. Так, сердечки пошли, ура, я надеюсь, это не все от шахло. Да. И напишите, с кем, да, потому что ты говоришь, кто должен, в свою точку, кого, вам было бы интересно послушать, на какую тему. Да, давайте еще минуточку мы тут повисим, чтобы вы это написали, те из вас, кто, у кого есть какие-то мысли. Так, сердечки, 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 я вижу, что они не только от шахло, ура. Так, ждем дату следующего эфира. Дату, значит, скажем, когда, если решим. Так, да, я должна порекламировать, что завтра у нас не в 9, а в 9.30, здесь же будет Дэниел Кантовский по-английски, делать апдейт по тому, как у нас происходит онлайн-эдюкейшн, значит, расскажет и про конференцию, жули про пессимизм. Жули про пессимизм, Даша, уже же была, или, а, она не про пессимизм была, но она всегда про пессимизм, окей. В общем, жду еще в артной заявке, пока рекламирую. Значит, в среду будет наша Ира Телевка, которая работает с нами только вот несколько месяцев, с января. Она менеджер образовательных программ у нас, она работает с Дэниелом больше всего. Она закончила магистратуру в Австралии, я забыла какую. И, в общем, она будет делиться с вами и со студентами, и вас со всеми, кто захочет, тем про то, как поступать в магистратуру за границей. Мы надеемся на лучшее, что это все будет возможно, легко, значит, ну, не легко, но возможно, и она будет свою инструкцию давать. Ира, привет! Значит, в пятницу в этом эфире будет Содом и Говора, потому что хостом будет ведущий вот из этого аккаунта будет Ася. Андрей, надо заканчивать. Значит, Ася и Анна, к ней будут присоединяться все амбассадоры САС, они будут отвечать на самые острые, грязные и скрытые вопросы про то, и расскажут всю правду, как учиться в САС, которые им поступали от разных абитуриентов. Они вот также будут в этом эфире, значит, на них как-то отвечать. Они у нас очень искренне, я хочу сказать. Наши амбассадоры – это не какие-то рекламные агенты САС, это просто наши хорошие студенты. Все, всем спасибо большое, значит, были смайлики, был запрос Жули про пессимизм, Жули всегда готова, значит, будем ее просить. А, важная еще вещь, у нас на сайте появился новый раздел, прямо на главной странице можно найти САС онлайн, и там внизу в рубрике экстра есть текущий график вот этих эфиров в Инстаграм. Там можно посмотреть, там запланировано и Эрика, и забыла я еще кто. В общем, есть график, но это не значит, что он окончательный, в общем, предлагайте. Возможная тема – провалы в рамках организации и реализации образовательных программ. Это кто-то взрослый, мне кажется, просит такое. Так, ждем, да, меня благословили на поступление в САС, все супер. Ну, отлично, все, поступайте. Так, все, заканчиваем эфир, это было неплохо, спасибо, Андрей. Да, до свидания, до свидания, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok